На передо дня пожилого человека волонтеры руху «Доброе сердце» Белорусско-Республиканско-Союзе молодцы разгорнули марафон доброчинных мероприемствов. Одно из них отбылось у Дуяновским доме-интернат для состарелых и инвалидов. На месте падеи побывала Аганна Ковалева. Дуяновский дом-интернат для состарелых и инвалидов иснуе с 1981 года. Зараз тут живет 266 человек. Пенсионеры, инвалиды, пирши и другой групп. 95% из них одинокие. У них нема не только родных, а и у властного даху над головой. Тому дом им заменило миновитых это место. У немногих есть и дети, и унуки, а и яны, чемусти не спешаются наведать родных. У одных нем ожидания, у инших махчимости. Как сложилось в вашей жизни, что вы попали сюда? Это судьба, знаете, рок и судьбы. Тяжко по этому вспоминать. Я прожила 35 лет в Ленинграде, сама из Белоруссии. Закончила 11 классов, поехала в Ленинград. Устроилась на работу, училась. Но вышла замуж. Ну как, не сложилось с первым мужем. У меня есть один сын, он живет в Ленинграде. Но у него тоже судьба сложилась. Так что жена умерла у него от рака. Больше никого у меня нет. Никого нет. Какие родственники были, тетя была. Там все умерли уже, все никого нет. Я одна тут. Светлане Адамовне 76. Тут я на живе 3 с половой годы. Ее сусед папа версер Игор Алексеевич уже 8 годов. Так само по воле лёцу застался на улице. Тогда пожиломушина не мог самостоянно ходить. Когда я трапил сюда, дякуючим медикам и иншему персоналу установы, усёж таки устал на ноги. В первые дни я совсем слабый был. Ну, он же приехал на костылях. Ты уже говоришь, с ногами плохо. Было плохо, на нервной почве это всё было. Ну, потом понемножку, понемножку. Привыкать, конечно, туда-сюда привык. В обществе. Мне хорошо, в чём помогло в основном. Когда я на ноги уже встал, нормально начал ходить. Начал участвовать в художественной самодеятельности. Вот. Поём. У меня пять грамот. Здесь подчёртвы лежат в моей комнате. Вот. Напереды дни дня пожилого человека. Активисты притягивают увагу громадства до их проблемы и своими силами мкнуться до помахчим и морально подтримать. Так, напереды дни першика кострышника. У Дуяновский дом-интернат приехали студенты и школьники. Волонтёры Руху, Доброе сердце БРСМ. В рамках акции мы выбираем допомогу пожилым людям. Я не организовали святочный концерт. Мини-лотерею с уручением подарунков, зробленных руками першоклассников. Они все, к сожалению, имеют семью, родных и близких, которые могут за ними ухаживать. Поэтому наши волонтёры по зову сердца на благотворительной основе посещают этих людей. За чашечкой чая где-то общаются, где-то помогают по дому. Это всегда очень в радость. Тем, кто приезжает, я хочу сказать огромное спасибо. Дай им Бог здоровья и спасибо за ту помощь, которую они нам оказывают. Я приглашаю, кто желает помочь, пообщаться с нашими проживающими. Наш адрес – Гомельский район, деревня Дуяновка. Пожалуйста, приезжайте, мы вас ждём. Это будет очень большой праздник для наших проживающих. До акции мы выбираем допомогу пожилым людям. Долучились около 400 волонтёров по всей Гомельшине. Их силами будет организовано около 40 доброченных мероприемств. А кроме интернатных установ, волонтёры наведают пенсионеров у их уластных домах. Допомогут подрыхтовать хатные господарки до зимы и доставить скермашов на быту Городнину. Ганна Ковалёва, Валерий Гопанько, Телерадо, компания «Гомель».